Предоставляю слово представителю Китая. Китай внимательно следит за эскалацией конфликта в Сирии. Благодарю вас, господин председатель. Китай внимательно наблюдает за эскалацией конфликтов в соответствующих районах Сирии. Мы сопереживаем глубоко с теми страданиями, которые война причиняет народу Сирии. Китай самым решительным образом осуждает любые теракты, от которых гибнут невинные люди. По вопросу Сирии, международное сообщество должно двигаться в направлении политического урегулирования вопроса Сирии на основе диалога всех сторон в Сирии для того, чтобы положить конец войне как можно скорее. Те действия, которые должен обеспечить Совет Безопасности, должны подлинно соответствовать задачи облегчения ситуации, улучшения положения. И прекращение боевых действий сторон должны обеспечивать гуманитарную помощь, должны способствовать более решительным действиям по борьбе с террористическими группировками, которые обозначил Совет Безопасности, включая ИГИЛ. Такие действия должны способствовать установлению такого урегулирования, которое было бы приемлемо всем странам в рамках политического процесса, который бы возглавляли сами сирийцы под эгидой Организации Объединенных Наций. Проект резолюции, представленный Францией и Испанией, содержит ряд важных элементов, в частности, по прекращению огня, по политическому регулированию, по улучшению гуманитарной ситуации, по дополнительным усилиям по борьбе с терроризмом. Однако ряд положений в проекте резолюции не отражают в полной мере требования соблюдения существенной независимости и объединения территориальной целостности в Сирии. И конструктивные мнения некоторых членов Совета Безопасности не были приобщены к тексту, поэтому Китай вынужден был воздержаться при голосовании по данному проекту резолюции. Проект резолюции, который был выдвинут Российской Федерацией на рассмотрение Совета Безопасности, призывает настоятельно стороны прекратить боевые действия, открыть гуманитарный доступ, усилить действия по борьбе с терроризмом, поддержать добрые услуги спецпосланика Домистуры и призывает к скорейшему возобновлению мирных переговоров в Женеве. Проект резолюции содержит такие важные идеи, как прекращение огня гуманитарной помощи, совместные шаги по борьбе с терроризмом и политические переговоры. Также в этом документе отражается уважение, суверенитет, независимость и объединение территориальной целостности в Сирии с такими положениями, которые носят всесторонний сбалансированный характер. По этой причине Китай голосовал за этот проект резолюции и сожалеет, что эта резолюция не была принята. Господин председатель, Сирия является важной страной ближневосточного региона. Скорейшее восстановление мира и стабильности соответствует интересам Сирии, странам региона, международного сообщества. Китай выражает надежду на то, что Совет безопасности обеспечит безопасность сирийского народа в качестве первейшего приоритета и будет исходить из этого в рамках единых действий на основе консенсуса, дабы далее добиваться политического урегулирования вопроса о Сирии и совместными шагами будет не допускать расползания терроризма, будет играть конструктивную, позитивную роль в поддержании мира и стабильности в Сирии и в регионе. Благодарю вас, господин председатель.